Одни представляются сотрудниками банка, другие – полиции. На какие только хитрости не идут мошенники, чтобы заполучить деньги доверчивых граждан. Как правило, чаще от рук мошенников страдают пенсионеры. Пожилые люди переводят деньги, порой и миллионы, которые годами копили на квартиру или на учебу своим внукам. Несмотря на количество громких случаев, дистанционное мошенничество только процветает. Люди продолжают доверять незнакомому голосу по телефону. Берут кредиты, отправляют деньги на так называемый безопасный лицевой счет. Только за январь этого года в Барнауле зарегистрировано 152 факта дистанционного мошенничества и 107 – краш с банковских карт. Среди пострадавших все чаще встречается молодежь. Молодые в основном подвержены видам, таким как легкий и быстрый заработок. К сожалению, такого у нас не бывает. Это игра на бирже, инвестиции, быстрый доход, большие деньги. Мошенники на этом играют. Успешно, так скажем. Эта девушка на бирже не играла, за легкими деньгами не гналась, а вот свои потеряла. Мне позвонили, представили сотрудникам банка. Сказали, что от моего имени поступила заявка об изменении номера, который привязан к банковской карте. Ну и то, что для подтверждения или отмены нужно нажать необходимую цифру. Я, знаете, не придала этому значению, нажала. Потом мне еще раз звонили, еще раз позвонили. Мужчина представился сотрудником службы безопасности, сказал, что заявку на получение кредита сделали мошенники. И что теперь надо с моего кредитного счета перевести деньги на банковскую карту, снять их в банкомате и перевести на безопасный лицевой счет. Несмотря на то, что о подобных разводах на деньги девушка слышала и раньше, среагировала положительно. Я перевела 300 тысяч на свою основную карту, перекинула потом на этот счет, который мне продиктовали по телефону. После снятия всей суммы связь резко прервалась. Ну, я начала звонить на горячую линию банка, рассказал свою ситуацию, ну, там уже выяснилось, что это мошенники. Прежде чем доверять незнакомому голосу, власти советуют тщательно проверять информацию. Звонить в ту или иную службу самостоятельно. Только так можно сохранить свои деньги и нервы. София Иценко, Александр Антропов. День с толком.